Здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции, перевожу новости из официальных источников на русский язык. Если вам интересно, что на самом деле происходит в Турции, о чем сплетничают и говорят люди, то вам на этот канал. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику, я просто делаю перевод. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь и оставляйте комментарии под этим видео. А мы приступаем. Вчера очень сильно трясло Турцию. Ночью в Ишель-Юрте произошло землетрясение. Это прошлой ночью в час десять ночи местного времени. Магнитуды толчков было 4,7 баллов. Также это было в Токате, это город такой. Вечером повторились толчки и они составили 5,6 баллов. Было это 18,10. Денька у людей при ночных толчках, конечно же, была, есть видео в интернете. Но, конечно же, на 5,6 баллов паники пришлось больше, так как время еще в 18,10, когда все после работы отдыхают, то есть не спят ночью, не могли это люди проспать. К сожалению, были разрушения. Министр внутренних дел Турции Алиерликая о землетрясении в Токате заявил, что погибших и раненых заявлений об этом не было. Но поступила 231 заявка о сообщениях о том, что какие-то есть разрушения. Эти заявки поступали в турецкие МЧС АФАТ. Министр здравоохранения Фахриттин Коджа чуть позже объявил о том, что есть один раненый человек в Ищельюрте, в провинции Токат. Погибших, слава богу, нет. Также сообщается, что в Токате на сегодня будет приостановлено обучение для детей в школах, то есть сегодня там дети в школу не пошли. Местных жителей, не желающих оставаться дома, «Красный полумесяц» и АФАТ размещали в общежитиях, в спортивных залах, гостевых домах. В общем, люди, которые с паническими атаками, страхами боятся возвращаться домой, государство находило меры сделать какие-то временные лагеря и так далее для того, чтобы было где разместиться. Хочется отметить, что когда произошли ночные толчки в час ночи, в течение всего дня, это, естественно, обсуждалось, и о серьезном землетрясении в Токате несколькими часами до 18.00, точнее быть, в 16.17.00, директор Центра исследований и практики в области чрезвычайных ситуаций университета Токат Газиасман-Паша, ее зовут доктор Мехта Парас, эта женщина заявляла о том, что магнитудой до 6 баллов землетрясения, а то даже и до 7 баллов, обязательно произойдет в этой провинции, оно обязательно случится с нами, такая у нее цитата была, и нам этого не избежать, готовьтесь, то есть по факту, к 18.00, кто интересовался новостями, люди были оповещены. В 17.00 АРАС рекомендовала жителям провинции покинуть свои помещения при любых первых ощутимых толчках, то есть не ждать, что все остановится, сразу же выбегать на улицы. И землетрясение произошло в 18.10. Тут у нас есть интересная информация поразмышлять о науке, о средствах предупреждения о землетрясении, но вчера это сработало. Разрушения довольно-таки сильные, пострадали постройки низкоэтажные, но старые, если мы видим, это дома, ну простите, слепленные из глины палок и не кирпичные такие фундаментальные постройки, не все, точнее, дома такими являются, которые пострадали. Соответственно, и постройки были эти хиленькие. Многие люди все-таки не вернулись домой ночевать. Вообще, в принципе, мэрам провинции было запрещено возвращаться людям в дома, у кого трещины или какие-то видимые повреждения сооружений есть, прям запретили. Многие остались ночевать либо на улице возле своих домов, либо воспользовались вот этими государственными условиями помощи. И на данный момент землетрясений, таких толчков по 5,6, больше баллов до 6 не было. Разрушился даже минарет мечети местной. Это видео очень было популярно, вчера разлетелось по всем новостям. Так что Турция сейчас в напряге, все ждут, естественно. Это далеко от... Эти толчки на 5,6 баллов, они чувствовались даже в Анкаре, в середине, если мы берем географию, в середине страны в глубине. Это далеко от... Это другая совсем плита, не та, на которой стоит Стамбул. Но, конечно же, это тревожность, повышенное ожидание. Министр обороны Греции Ден Диас сделал несколько очень важных заявлений о взаимоотношениях Греции и Турции. Как вы знаете, отношения напряженные. И сейчас, как идет обострение у Турции с Израилем, соответственно, в сторону Греции тоже поглядывали, очень многие эти вопросы задавали. Какие заявления он сделал? Он сказал, что я не думаю, что у нас с Турцией напряженный период в данный момент, расслабьтесь. Но решение Турции рассматривать более 6 миль как повод для войны неприемлемо. Они, напомню, до сих пор делят и нефтеисточник в море, и граница. И следующее заявление было, что Турция не должна нам угрожать. Мы также являемся членами НАТО. Он напомнил о том, что мы в НАТО как бы в одной корзинке, если что. Так что по поводу военного разрешения или войны, обострения какого-то, в общем, условно, расслабьтесь. Ну, допустим, он нас успокоил. К местной внутренней социальной жизни турецкий регулятор готовится ввести ограничения доступа к соцсети Twitter, бывшей Twitter, теперь система X, и будет пропускная способность снижена на 90%. То есть, по сути, в Турции Twitter фактически пользоваться им в полной мере станет невозможным. То есть это не прогрузка видео, только текстовые какие-то сообщения, картинки не будут грузиться. Представляете, просто 100% работы, а останется только 10%. Почему? С чем это связано? Официально все понимают, что это вопрос цензуры, но по местному законодательству, турецкому, международные соцсети обязаны назначать своих представителей в Турции, открывать свои отчеты, давать, бороться с незнакомым контролем, предоставлять специальные данные, контент незаконный про детей, педофилию, все такое прочее, открывать свои офисы здесь. Twitter не сделал свое представительство в Турции, поэтому, как пишет газета Соба, соцсеть X не выполнила свои юридические обязанности по законодательству внутреннему стране. И на момент вступления в силу этих правил была начата юридическая проверка, и по сути X был оштрафован на 10 миллионов турецких лир, это 307 тысяч долларов по курсу на тот момент. Потом еще арестовали Twitter на 30 миллионов лир, потому что это было предупредительное, первый штраф ничего не изменилось, представительства нет, открытых отчетов нет. В итоге их штрафанули еще на 30 миллионов. Почему для нас это важно? Я скажу, что собирая новости, я отмечу, что бывший Twitter — это один из главных неуправляемых и неподконтрольных ресурсов самых свежих новостей, самой непредвзятой информации, или даже предвзятой. Но это источник, которым пользуется каждый журналист, политик, блогер, социальный какой-то, медийный человек в Турции. Twitter — это буквально первое, куда лезут проверять новости люди, граждане, что-то свежая новость какая-то, она появляется сначала в Twitter, и потом она идет, скорее всего, на телевизор, если это не потенционная история. Официальные лица, правительства, даже политики, они зачастую делают свои заявления первично через Twitter, через твит, а потом уже несут в официальную прессу в государстве. Под подчиненные, например, госканалы, СМИ, газеты и так далее. Очень часто они используют твиты для создания новости, то есть это независимый участок новости информации в стране. Кстати, о аварии на фуникулёре. В Анталии по результату аварии на фуникулёре арестовали мэра района Кэпэза Мисута Коджагеза. Этот мужчина — представитель партии ДжГП. Он успел заявить, конечно же, представитель самой партии, что арест имеет политические, конечно, основания, но видите разборки до такого уровня, что даже главу района местности мэра арестовали. Идут до сих пор разборки и расследования. Двух турецких блогеров, Реджеп Адыгюзель и Беркант Фитос, которые в прямом эфире соцсетей раскритиковали и показали, что автомобиль депутата парламента Турции Милихи Акёль был припаркован в неположенном месте с нарушением ПДД. Их за эту информацию, за огласку, приговорили к штрафу в размере 18 турецких лир и два года и один месяц лишения свободы за незаконный сбор и распространение частной информации, персональных данных человека. Что вот условно в новостях они указали, что этот номер автомобиля открытый, ну, в смысле, никак не заблюренный, является номером, это личная персональная информация, автомобилем депутата. Депутата, то, что нарушены правила дорожного движения, ПДД и парковки, это неважно. Наказали, скажем так, блогеров и этих заявителей, которые подчеркнули о том, что закон был нарушен. Фермер из Хатая передал жандармерии 22 византийские золотые монеты, которые он нашел во время просто вспашки своего сада. Он копал трактором, почувствовал, что трактора гусеницы наехали, то есть вот этот вот нож, которым он копал. И он остановился, открыл, а там оказались монеты. Вот в зависимости от степени сохранности видов монет, цена одной монеты может начинаться от тысячи долларов и заканчиваться десятью тысячами. На минутку он собрал 22 монеты и отдал их жандармерии своего района. Для тех, кто живет в Турции, в крупных городах, в Анкаре, в Стамбуле и в Измире, работающим мамам, которые не уходят в декрет, будет предоставляться поддержке в размере 325 евро в месяц. Это новый экспериментальный проект только для этих городов пока что. Планируют его воплотить в течение этого года в жизнь. В общей сложности под этот проект сейчас попадает 7 тысяч женщин с детьми от нуля до 36 месяцев. Условия участия в проекте и ссылка на заявку, она будет опубликована в СГК в ближайшее время. На данный момент только об этом проекте заявили. Сейчас идет проработка его, условий каких-то. Ну, условно, если мама не пошла в декрет от нуля до 36 месяцев ребенку, то у нее будет вот эта выплата. Из интересных социальных новостей напоследок. В ресторанах Турции планируется бойкот на этих выходных, опять же, к соцсети X, бывшему Твиттеру. Инициативная группа в Твиттере оказывает, скажем так, призывает оказать давление некое на рестораны общепит, отказаться от посещения заведений общепита на этих выходных 20 и 21 апреля. Эта публикация была в газете «Дюмриет». Стоимость турецкого завтрака с Рыкмека Ахвалты на данный момент в Стамбуле на человека в среднем выходит порядка до 1000 лир. Примерно, плюс-минус, в зависимости от места. Это 3000 рублей. А стоимость чашки кофе – 150 турецких лир. Это почти 5 долларов, это 433 рубля. Что вызвала вот эта статья? Очень большой гнев, реакцию острую в обществе. Более того, мы все знаем, что рестораны уменьшают порции и качество продуктов, но рост цены из-за инфляции не остановило. И какими бы маленькими ни были порции, цены у нас остаются все равно высокими. Немножко как житель в стране здесь, да, поясню. В чем проблема? Если вы как турист приезжаете на какой-то промежуток времени, вы можете просто увидеть, ну да, дорого. Не нравится – не ходи в ресторан, не трать деньги. Окей, но когда ты живешь систематически. Я вообще хочу сказать, что культура питания в ресторане у светских турок в крупных городах, она в ДНК вписана. Посидеть в кафе, выпить чай, выпить кофе – не обязательно что-то прям есть. Но сама традиция даже посидеть завтраки в кафе, чай-кофе в кафе или там еще где-то в каких-то общественных местах – это принято, это в культуре, в крупных больших городах. Ну, даже если мы возьмем маленькие поселения и деревни, там есть кафе для мужчин и женщин, чай-бахче какие-нибудь, да, где просто пенсионеры собираются, мужчины. Они все равно там, это как кафе, муниципалитет просто это, да, держит. Кофе, чай, там, содовую воду, они все равно-то покупают питание, там, еду можно купить, суп и так далее. Это все равно кафе. Вот культура питания вне дома в Турции, она очень активно есть, популярна. Поэтому турки от этого не отказываются. Второе. Про саму проблему. Да, из-за инфляции все дорожает. По поводу ресторанов. Очень несоразмерные цены, что именно я по Стамбулу вижу. Я вам приведу с названиями примеры, для того, чтобы вы поняли саму суть, что имеется в виду. Есть, например, сеть Эт Елим, вроде бы, да, называется, рестораны, где готовят на мангале котлеты, мясо, если даже бургеры, то они на мангале приготовят. Ну, просто шашлык, мясо, всякое, все, в общем, это-то мясо, связанное в ресторане все с мясом. Их очень много по городу, я по Стамбулу говорю, и очень хорошего качества. Вот, например, буквально на прошлых выходных порция 6 котлет там была, в этом ресторане стоила она 250 лир турецких. В то же время в ресторане сети Happy Moons, да, это тоже сеть популярная, там более европейская такая еда, другая специфика, но тарелка салата с курицей, ну, это не греческий, но много всякого салата там, да, где-то сыр есть и такие стрипсы куриные. Соответственно, это стоит 250, 300, 350 лир примерно. Ну, 300, 350 сейчас на данный момент. В Стамбуле такие цены. И мы смотрим, сколько стоит килограмм фарша сделать эти котлеты. Он дешевле, эти 6 котлет по себе стоимость, да, вес вот этого питания, этого продукта, который вы покупаете. И зелень, тарелка зелени, где несколько кусочков курицы, это стоит там даже дороже 350 лир, 300, окей. То есть вопрос возникает к ресторанам. И это обе сети равноправные, большие, то есть это не от местоположения зависит. Возникает у людей всегда вопрос, за что мы платим? Потому что, конечно же, заметно порция, вот что там сказано в новости, уменьшаются, цена все равно пропорциональной инфляции растет. Я скажу, не только порция уменьшается, а качество продуктов, используемых при приготовлении, ухудшается. Это очень сильно заметно. И сейчас, чтобы поесть, как, например, 2 года назад на таком же уровне, такой же объем продуктов, такое же качество сервиса ухода, всего прочего, это стоит сейчас в 2-3 раза дороже, чем это было 2 года назад. Поэтому у людей сейчас очень много, особенно в Стамбуле это чувствуется. Все равно, конечно же, рестораны полнятся, люди есть, это культура у них, питание вне дома, она очень такая, как я сказала, устойчивая, это традиция даже где-то. Но вопросики к качеству, к уровню, и поэтому люди, бойкотирующие эту систему, показать, скажем так, зачем этот протест и блокировка на 2 дня не решит типа проблему. Да, не решит, но показать, назовем так, хотят люди рестораторам и заведениям, которые не так честно на руку, а завершают стоимость питания, играя, скажем так, под инфляцию, преувеличивая стоимость, показать им, что люди тоже не дураки, условно, и воздух мы покупать не будем. Такая аля, знаете, протестная нотка. Напишите ваше мнение по поводу этой новости, что вы думаете, если вы живете в Турции, поучаствуете ли в этом протесте. Посмотрим, что будет, поанализируем, я прям постараюсь проверить, будут ли заполнены рестораны в эти выходные, потом вам дам информацию по этому поводу. И закончим также к истории про рестораны и информацию про деньги. Минфин Турции готовит повышение ставок НДС в ресторанах и кафе. Это самая последняя свежая новость сегодня. В местах продажи продуктов питания, напитков ставка НДС с 8% вырастет до 10%, а НДС с 18% до 20%. Соответственно, общепиты ресторана поднимают цены, что еще как бы повод будет на 2% все поднять. Ну, я уверена, что это не обойдется двумя процентами, затраты будут, конечно же, выше, подъем цен будет выше. Вот такие новости Турции на данный момент. Спасибо, что досмотрели до конца, мне очень приятно ваше внимание, оставляйте комментарии, ставьте лайки, распространяйте видео в соцсетях, это очень помогает продвижению канала в массы. Спасибо за ваше внимание, до новых встреч в следующих видео и подписываемся на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции, ссылка в описании видео. Всем пока!